Привет, любимые! Сегодня говорим с вами про запоры, состояние с ЖКТ. Как себя поддержать? Вы на канале с превентивным психологом. Учусь я на нутрициолога. Говорим с вами про здоровье кишечника. Я уже снимала один видеоролик. Еще один небольшой в дополнение, потому что тема очень-очень актуальна. Если вы знаете о каких-то органических повреждениях или каких-то нарушениях из разряда, может быть, далехосигма с детства, например, удлинен кишечник, или какие-то другие вещи, например, удален желчный, или, например, вряд ли вы знаете о повреждении слизистой, ну да ладно. В общем, расскажу вам базовые вещи, которые влияют. Есть психологическая этиология, есть нутрицифтическая. Сразу скажу, что если у нас возникает стрессовый момент в жизни, то наше пищеварение нормально не работает и не происходит нормально энергообмен. То есть, например, что я подразумеваю под стрессом? Бег, сидение на работе в позе буквы ЗЮ в течение 8 часов. Еда в машине такая, знаете, как у белки, да, побыстрее. И еще один момент стрессом может быть, например, наорали на вас элементарно. Вот про себя скажу. Я с детства была ребенком сензитивным. Я не могла выносить крик воспитателя, преподавателя. У меня начинал болеть живот. Но это было не на почве того, что я неправильно кушала, просто на почве стресса. Если я знала, что у меня контрольная, я не подготовилась, у меня начинал болеть живот. И это не отмазка идти в школу, это на нервной почве со мной случалось. То есть, мы можем вот в эту историю копнуть. А есть другая история. Если у человека, например, ну просто он питается в несоответствии биоритмами, в несоответствии своим состоянием. Просто потому что нутрициолог в интернете говорит, ну давайте бекон на завтрак, кашу с ягодами на обед. Это же все полезно, все можно, все давайте. Я как смотрю блоги про питание, у меня немножко, знаете, выпадают волосы просто от того, что там воротят. Главное питаться разнообразно. Конечно, главное. Но вам же не объясняют, что, например, совместив первое, второе компот и не дав организму кислород, получишь сероводород. И будешь после этого лечиться. В общем, такие базовые моменты, наверное, уже поняли все для себя. Про запоры скажу, что они бывают по разным причинам. И ось, кишечник, мозг очень такая серьезно работающая. Бывает, я не буду говорить про пожилых людей, гипомоторный кишечник. Бывает это ввиду Альцгеймера, бывает ввиду повреждений головного мозга, нарушения пристальтики и так далее. Куча всего бывает. В общем, не будем про это долго с вами размышлять. Сделаем для себя немножко проще. Если в ЦНС возникла дисфункция, а вы об этом не знаете, то могут быть проблемы с моторикой кишечника. Но это не отменяет работу с ЖКТ. Даже у человека после инсульта и инфаркта я рекомендую всегда поддерживать его кишечник. Что это значит? Для кого-то это необходимая клетчатка, для кого-то это фитосборы. Зависит от заболевания и состояния. Причины, обычно проблем с кишечником, это мы, многострадальный женский пол. У нас чаще встречаются запоры, чем у мужчин. Пожилой возраст, стрессы, бессонница. И просто мы не можем, простите, опорожняться без достаточного количества клетчатки, белка и жиров. Как вам объяснить, секрет желчи лучше всего выбрасывается с жирами. Да, он выбрасывается на любой прием пищи. Но, чтобы не загубить желчное, очень важно не исключать жиры из рациона. Рацион с приличным содержанием клетчатки, та история, которая профилактирует даже онкологию. Как только вы вводите в каждый прием пищи ягоды, бобовые по возможности, это не указание. Я, например, не ем бобовые. Кому-то крупы можно. То даже на многострадальном питании возникает желание сходить в туалет. Но наша задача не как утка, понимаете, съесть и сходить в туалет. Это же не показатель вашего метаболического здоровья. Просто достаточное количество клетчатки, воды и движения просто избавляют вас от запоров. Про водный режим я уже не буду говорить, все знают. Не обязательно заливать в себя 2 литра воды. Да и вообще не обязательно пить, я хотела вам сказать. Конечно, обязательно. И пить не чай, кофе. А очень важно научиться чистую воду. Ну, про физическую активность я говорю. Кому-то ходьба, кому-то плавание, кому-то велосипед. Плюс я бы добавила продукты, которые реально помогают. Это чернослив. Шутка. Шутка. Чернослив я никому не рекомендую без... Хотела просто сказать вам про чернослив, потому что его везде пишут, везде пичкают. Да, он классно слабит, но я, например, не ем его. Он нормальный, повышает сахар. И, конечно, он как сорбент, но это очень индивидуально. Вот киви я вам больше рекомендую. Там и витамин С, и все путем. Квашеная капуста. Да вообще мой лайк. И оливковое и льняное масло можно добавить в салаты. Вообще лайк. Итак, с чего с вами решаем? Первое, сон наше все. Бессонница порушит вам все ваши пищеварительные моменты. Любыми путями избавляемся от булок. Глютен-фри, надеюсь. Не потому, что у вас... Кто на моем канале, они уже знают, что даже психопатологию можно корректировать при помощи нутрицептиков и питания. Это не значит вылечить. Но многие болезни психологического характера возникают на фоне не только метилирования. Но, ну вот как вам объяснить по-простому? Ребенок с задержкой психического развития, с нарушением обучаемости, просто идет в диету, хотела сказать low carb, но не low carb. Идет в диету с минимальным количеством зерновых, идет в диету с минимальным количеством обработанной пищи, как это по-русски. Я все время с английским путаю. В диету с dairy-free по-русски. В общем, молочка некачественная убирается, казеин. И, ну и там определенные нутрицептики. И, о боже, ребенок с задержкой психического развития, с патологиями, с кучей вопросов, вдруг за полгода становится отличником, да еще и переводит его в гимназию. Понимаете, как, да? Иногда можно получить СДВГ в детстве и думать, что у тебя, пиши, пропало. Но нет, очень важно на многое обращать внимание. И еще один момент, это, ну это не руководство к действию, это вам просто рассказ из личного опыта и консультации. В общем, и исключаем функциональные проблемы. Проблемы почему? Вот у меня, например, есть, у кого-то есть протрузия, у кого-то есть грыжи, да, в шейном отдельно позвоночника. Иннервация головного мозга, все, что будет мешать кровоснабжению. Кстати, все отделы позвоночника, да, они отвечают за поддержку диафрагмы. В общем, отвечают за многие такие функции. И когда мы говорим про ЖКТ, многие даже не подозревают, что сдавливание, корешковые синдромы, передавливание определенных органов не дает нормальному, не нормально, не дает нормально вам переваривать и усваивать. Потому что у кого-то начинаются эти бульканье-взбульканье, у кого-то запоры, у кого-то поносы. Почему я так всегда топлю за мышечный корсет? Не корсет, который вы на себя надели, в нем сидите, не вздохнуть, не простите. А корсет, который вы создали из мышц для того, чтобы быть функционально здоровым, более-менее здоровым человеком. Качки не считаются, не нужно быть качком. Многие качки абсолютно нездоровые люди. Мы говорим с вами про тело, которое может выживать в условиях, в которых вы сейчас находитесь. Это очень важно. И еще один момент про функциональные, я сказала, проблемы. Вот, например, кто знает про долихосигму свою. У меня в семье... Ну, короче, какая разница? У меня в семье есть человек, у которого долихосигма. Это удлинен кишечник, да? И если питание такое не очень качественное, жевание не очень качественное, то и состояние же кота не очень качественное. Поэтому многострадальный женский пол. Следите за питьевым режимом, за клетчаткой, за двигательной активностью, за функциональными моментами своего позвоночного столба, мышечным корсетом. Прекратите паниковать, стрессовать. Люблю вас. Немного юмора на моем канале. Потому что, ну, у всех у нас бывает по-разному. У кого-то ко мне приходит, а что делать, если запор? А вторая в противоположность, что делать, если понос? Была уже там у гастроэнтеролога, эндокринолога. Уже все обследовали, все, что можно. В общем, в общем, в общем, и никто не говорит, даже, и никто не сказал про позвоночник. Господи, ну почему, почему, почему. Кстати, даже диабет бывает, возникает из-за проблем с позвоночным столбом. Многие не знают этого. Корешковые синдромы очень опасны. Поэтому, поэтому я превентивный специалист, который дает полноценную информацию. Пока-пока.